Здравствуйте! Вы смотрите программу «Главная тема». Сегодня в нашей студии благочинный Одинцовского церковного округа священник Игорь Ногайцев. Здравствуйте! Здравствуйте! Отец Игорь в канун Пасхи, конечно же, хотели увидеть и встретиться с вами в нашей студии. Очень много сейчас вопросов, очень много и через соцсети приходят, и через интернет, и касаются, безусловно, они все одного. Как будет проходить пасхальное богослужение? Но прежде чем мы ответим на главную тему последних недель, всё-таки давайте поговорим о Пасхе, о пасхальном богослужении, о сакральном смысле, который имеет этот праздник, и действительно он является самым почитаемым для православного человека. Действительно, в Церкви 12 праздников, особо почитаемых, великих праздников, но Пасха – это самый почитаемый праздник для Церкви и для любого христианина, и он стоит особняком по отношению к этим 12 праздникам. И, конечно же, для любого человека это, наверное, всё-таки самый главный праздник, хотя мы всегда вспоминаем Рождество и Крещение и другие великие праздники. Тем не менее, праздник Пасхи – это праздник особый, особый для сердца каждого человека, потому что именно этот праздник нам напоминает о том, что Христос победил смерть своим распятием, своим воскресением. Он победил смертью, и вот этими плодами Его победы мы, христиане, имеем возможность пользоваться и имеем возможность быть сопричастными Христу через этот праздник. Праздник Пасхи, он подвижный, он не празднуется в один тот же день. Исходя из исчисления праздника Пасхи, очень много есть необходимых условий, которые необходимо соблюсти для того, чтобы вычислить этот праздник, когда будет, в каком году. Вот в этом году праздник Пасхи будет 19 апреля. Ранняя Пасха? Достаточно ранняя, да. Это одна из, действительно, можно сказать, дат ранних. Хотя есть и раньше. Бывает, что Пасха приходится на 8 мая, это одна из самых поздних дат празднования. Но, скажем так, в этом году это вот посередине, золотая середина. И, конечно же, к этому празднику уже и природа просыпается. И вот, наверное, даже сама природа символизирует вот ту победу над смертью, которую принёс Христос миру. Мы как раз подходим к вопросу, что такое Пасха. И я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы благочинному Одинцовского церковного округа, священнику Игорю Нагайцеву, вы можете задать, позвонив по телефону студии 508-86-84. Ну и, конечно же, для многих людей, наверное, к сожалению, Пасха сходится к тому, что можно вкусно поесть куличей, можно вкусно поесть других пасхальных снижений. Но всё-таки Пасха – это тот праздник, без которого невозможно наше спасение. И об этом говорит церковь, и об этом свидетельствует история. Но, к сожалению, почему-то у людей чаще всего это всё сводится к тому, что они приходят в Великую Субботу, приносят пасхальные снижения, освящают их и уходят домой. Потому что, как мы видим, из года в год людей всё больше в Великую Субботу, приходящих для освящения пасхальных снижений, но, к сожалению, не все эти люди приходят на богослужение. И, конечно же, для человека верующего, который себя не просто считает человеком верующим, а христианином, который участвует в церковной жизни, участие в богослужении, оно необходимо. К сожалению, сейчас сложилась ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, что мы не можем сказать, что приходите в храмы. Потому что, к сожалению, совсем недавно было выпущено предписание главного врача санитарного по Московской области, в котором было предписано для сохранения жизни и здоровья прихожан проводить богослужение без участия прихожан. То есть богослужебная жизнь продолжается, совершается также полный круг богослужений суточных, но, тем не менее, всё это проходит при закрытых дверях храма и без участия людей. Повторюсь, это связано с тем, чтобы сохранить вот эту составляющую человеческую церкви. Это было сложное решение. И, в первую очередь, это, конечно же, сложный вопрос и сложное решение для воцерковленных людей, для людей верующих, для которых Пасха – это настолько важное событие в жизни и в семье. Вы знаете, вот, наверное, безусловно, это для каждого человека очень тяжёлое, скажем так, решение, да, но, тем не менее, для человека верующего всё-таки, прежде всего, необходимо помнить о том послушании, которое человек проявляет к церкви и проявляет по отношению к священному началью. Именно в священном начале высказалось по этому вопросу и святейший патриарх Кирилл, и наш правящий архиерей, митрополит Ивенали, по этому вопросу высказались и призвали людей оставаться дома, но, тем не менее, они их и призвали не оставлять молитву. Это возможно в данных условиях и через всевозможные сети, просмотр онлайн-трансляции. И не просто, наверное, даже просмотр онлайн-трансляции, а непосредственное участие и самого человека, и его домашних в этом богослужении, потому что, ну, к сожалению, мы находимся в таких условиях, когда по-другому сейчас нельзя. И, прежде всего, сейчас необходимо остановить вот обстранение коронавирусной инфекции для того, чтобы потом, после того, как всё закончится, все вместе собраться в храмы и поблагодарить Бога, что это всё закончилось, и все мы живы и здоровы. Ну, Одинцовское облагочение одним из первых подхватили вот всю эту работу, и ещё до закрытия храма, до принятия такого решения, когда патриарх призвал всех оставаться и молиться дома, безусловно, были вами организованы онлайн-трансляции богослужений, которые проводились во всех храмах Одинцовского церковного округа. Ну, вы знаете, сама по себе онлайн-трансляция – это не какое-то новшество, да, мы с вами можем наблюдать и год назад, и много лет назад, когда даже по центральным каналам мы могли видеть прямую трансляцию богослужений и патриарха, и на праздник Рождества Христова, и на праздник Пасхи. Поэтому сейчас это просто немножко вот эта работа расширилась, и практически каждый храм сейчас имеет возможность эту трансляцию организовать. На самом деле это всё достаточно просто, достаточно лишь телефонный выход в интернет, и привязать просто эту трансляцию к одной из сетей, которые практически есть у любого храма, социальная сеть, поэтому никаких проблем здесь не составляет, и каждый может выбрать, смотреть ли ему в какой-то сети трансляцию, или это смотреть можно по каналам от центрального телевидения. Поэтому здесь никакого тоже новшества нет, это просто, скажем так, получило особое распространение вот именно в это время. Ну и Вы получили огромное количество благодарности за все эти дни, когда люди не просто присоединялись, да, они действительно как будто бы находились вместе с Вами в храмах, да, но при этом оставались дома и благодарились за то, что Вы даёте им возможность. Безусловно, есть канал Спас, безусловно, есть федеральные каналы, да, но, наверное, для прихожан самое главное — видеть свой храм. Ну, наверное, да, потому что вот они с таким, с такой просьбой обращались, что да, мы можем смотреть и канал Спас, и другие каналы, по которым транслируется богослужение, но всё-таки мы бы хотели бы видеть тот храм, который особо дорог нашему сердцу. Вот в нашем случае это и Георгиевский собор, и Гребенский храм, и другие храмы Одинсовского благочения. Действительно, если человек ходит в храм, в один храм уже многие годы, является прихожанином одного храма, то для него, наверное, знакома и каждая икона, и, наверное, с каждой иконой связана какая-то своя, может быть, история внутренняя, сердечная. Поэтому, вот, наверное, именно с этим связано то, что к нам обратились люди, чтобы мы постарались в каждом храме организовать эту онлайн-трансляцию богослужений. Богослужений. Действительно, это получило свой отклик. Достаточно много людей во время богослужения участвуют в этой общей молитве. И даже уже после того, когда заканчивается послужение, просматривают службу и, возможно, тоже участвуют непосредственно в своей молитве. Поэтому мы рады, что это получило положительный отклик в сердцах людей. Отец Игорь сейчас в последней неделе поста, страстная неделя. Как себя нам всем вести в сложившихся условиях? Знаете, самое главное – вести себя в этих условиях спокойно. Спокойно. И, знаете, сейчас действительно особое время. Особое время для молитвы, особое время для того, чтобы помочь, кто в этом нуждается. Тем более сейчас уже, скажем так, пост Великий закончился, потому что страстная седмица не входит в число седмиц Великого поста и является вот такой уже последней седмицей, которая предшествует Светлому Христову Воскресению. И каждый день этой седмицы, он чему-либо посвящен. Завтра, в четверг, мы будем воспоминать установление Таинства Евхаристии, Тайну Вечерю. Вечером уже завтра будет совершено утреннее чтение Евангелие, которое повествует о последних днях и часах жизни Спасителя на Земле. В пятницу это особо скорный день для Церкви, когда мы вспоминаем распятие, смерть Спасителя. В субботу это вот уже тот день, который нас готовит к тому, что совсем скоро мы услышим вот эти спасительные слова Христова с Воскресе. И, конечно же, сам день праздник, повторюсь, что все богослужения, о которых мы сейчас с вами говорим, они будут совершаться в храме. Люди могут это видеть из онлайн-трансляции, которые также будут вестись в социальных сетях. Ну и, конечно же, и ночное богослужение также будет совершаться. Но, опять же, повторюсь, к сожалению, люди смогут его видеть только через трансляцию. Если говорить непосредственно об освящении куличей и Пасхи, то что так массово привлекало людей в храмы в период именно Пасхи? Я имею в виду сейчас тех, кто не является постоянным прихожаном, к церковленным людям. А действительно, один раз в год, как Вы сказали, приходят в храм, чтобы освятить куличи и Пасхи. Ну, хоть что-то сделали. Вы пришли. Вот как будет в этом году организовано освящение? В этом году, к сожалению, по благословению Святейшего Патриарха и благословению, опять же, священном начале, мы не имеем возможности освятить привычным образом, как это делалось все годы, те пасхальные снеги, которые люди всегда приносили в храм. Потому что, повторюсь, что, исходя из предписаний главного санитарного врача, сами храмы и территории храмов, они все закрыты для прихожан. И в храме могут находиться только священнослужители и, соответственно, те люди, которые помогают в проведении благослужений. Поэтому вот сейчас можно увидеть, что на сайте Патриархии появился некий чин для домашнего освящения пасхальных снегий. Чин очень простой и короткий. Необходимо трижды прочитать «Христос воскресе» и «Тропарь Пасхи». И после этого, словами во имя Отца и Святого Духа, покрапить те приношения, которые будут приготовлены для того, чтобы разговеться в этот день. К сожалению, да, нам придется потерпеть это для того, чтобы, я повторюсь, сохранить здоровье и жизнь многих и многих людей. Потому что сейчас, если бы было сказано сначала, что эта инфекция распространяется на полтора метра, необходимо сделать такие промежутки между людьми. Сейчас уже говорят и о четырех, и более метрах. И даже при достаточно больших объемах любого храма мы бы не смогли, даже соблюдая вот эти меры предосторожности и безопасности, пригласить в храм для того, чтобы все люди присутствовали в храме. Мы знаем, что это ежегодно огромное количество людей, и все же приходят с семьями, с детьми, и с родителями, пожилые люди. Как раз вот все те категории, которые попадают в группу риска, и которым рекомендовано в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции. Вы знаете, да, и тем более, все-таки, как правило, приходят действительно с семьями, да, и мы подвергаем, получается, опасность всю семью, которая может прийти, да, и исходя вот из невозможности соблюдения этой дистанции, да, заразиться, и потом какие последствия для семьи будут, мы не знаем, да. И, конечно же, жизнь, даже здоровье одного человека, да, для нас оно бесценно, оно бесценно, жизнь бесценна любого человека для Бога, и для нас также она бесценно. Поэтому мы не можем рисковать жизнью и здоровьем пожилых людей, которые, безусловно, пришли бы, мы знаем и чувствуем, что они бы пришли, если бы была такая возможность. Мы не можем рисковать здоровьем детей, мы не можем рисковать здоровьем и жизнью целых семей, которые обычно приходят и в Великую Субботу, и в самый день празднования Пасхи в храмы. Поэтому вот в этом году, да, вот будет вот такая, в такой форме проходить этот праздник. Но несмотря ни на что Пасха воет. Несмотря ни на что Пасху отменить не сможет никто. Вот эту победу жизни над смертью никто отменить не сможет. Эта победа находится вне времени, да, она находится вне каких-либо инфекций, вне каких-либо даже войн и прочее. Поэтому эту победу никто отменить не может. И, конечно же, я думаю, что сердце каждого человека, ощущение этой радости о воскрешенном Спасителе будет присутствовать, несмотря ни на что. Как только был установлен режим самоизоляции, Одинцовское облагочение, опять же, одним из первых, включились в работу в поддержку старшего поколения. Я знаю, что во всех храмах были размещены номера телефонов, по которым могли звонить люди, которым нужна была помощь. Да, мы сначала организовали номер, скажем так, горячей линии Одинцовского облагочения. Но ввиду того, что поступало огромное количество звонков, потом мы уже просили настоятелей храмов Одинцовского округа дать эти телефоны в сети для того, чтобы человек, который является прихожанем того или иного храма, мог обратиться адресно в конкретный храм, где ему могли бы помочь. Это связано не только с проведением исповеди или причащением, или соборованием. Это связано с помощью продуктами питания и просто в помощи людям, которые были вынуждены находиться в самоизоляции, люди после 65 лет. И слава Богу, что пока это все получается, пока есть ресурсы, которые нам помогают проводить эту социальную работу. И, конечно же, опять повторюсь, что для нас, для тех, кто, скажем так, является священнослужителями, для нас это тоже ситуация новая. Но, тем не менее, мы стараемся из нее каким-то образом выходить. Очень много всегда, конечно же, подавала записка «Здравие и покоение» в эти дни Великого Поста. И в виде этого мы организовали также онлайн прием этих записок. То есть каждый человек в сетях мог и может написать имена своих родных и близких. И мы за ближайшим богослужением опоминаем все эти имена, и можно даже это увидеть на онлайн-трансляциях, когда это происходит. То же самое связано и с какими-то другими вопросами. Но, правда, повторюсь, что эта линия горячая Одинцовского логочиния продолжает свою работу. На нее поступает очень много звонков. Кому-то что-то необходимо, кому-то просто необходимо поговорить, да. Кому-то необходимо получить какой-либо совет. А может быть, кто-то и получает ответ на свои вопросы, которые, возможно, не только боялся задать, но ввиду вот этого быстрого ритма жизни, который совсем недавно еще был, просто не успевал этого сделать. Сейчас у нее такая возможность появилась. Отец Игорь, я знаю, что в преддверии Пасхи Одинцовское облагочение администрации Одинцовского городского округа готовит для всех верующих православных подарок. Хотелось бы сегодня вот чуть-чуть приоткрыть замесу. Это действительно подарок. Потому что радостный подарок. Хотелось бы поделиться. Это действительно, да, радостный подарок. Только сегодня Андрей Робертович, глава нашего округа, принял решение о том, что будет в Великую Субботу освящено очень большое количество куличей, которые на протяжении субботы и воскресенья будут развозиться по всему Одинцовскому району. И те, кто находится на передовой, как сейчас это уже говорят, до медики получат это. И получат ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные семьи. Все те, кто находится на изоляции. Все те, кто, возможно, не имел возможности по каким-либо причинам приобрести кулич. Все эти люди получат куличи. Заказ в достаточно большом количестве. Они все будут уже освященные. Освящение стоит в Георгийском соборе. И каждый человек получит вот такой кулич. Ему привезут на дом. Да, ему привезут на дом. Для этого уже оставляют списки волонтеров, которые тоже с радостью откликнулись. Мне кажется, что волонтерское движение в Одинцовском округе одно из самых больших, широких. И это люди, действительно, которые откликаются по первой просьбе и готовы работать и днем, и ночью. Их даже иногда трудно будет остановить. Поэтому действительно люди с горящими сердцами. И вот они откликнулись и готовы объехать все адреса, которые у них было для того, чтобы поздравить людей с праздником Пасхи. Сегодня так важно слышать от близких людей слова поддержки. И, конечно же, в преддверии Пасхи хотелось, чтобы вы тоже обратились к нашим телезрителям. Не только с поздравлениями, но все-таки с словами именно поддержки. Потому что время сейчас действительно непростое. Ситуация совершенно нестандартная. И мы все оказались в непростой ситуации. Конечно, мы сейчас все находимся в непростой ситуации. И вот тот огромный информационный поток, который мы слышим из средств информации, он иногда нас сбивает, что называется. Потому что ничего нового мы не слышим, как правило. Нам говорят о мерах предосторожности, что очень важно. Нам говорят о количестве выздоровевших, количестве заболевших. Но, тем не менее, вот этот период, который мы сейчас переживаем, это период, и для нас это возможность все-таки остановиться и подумать, что лично для меня значит вот та ситуация, в которой мы сейчас все находимся. Не думать о том, что и кто как что делает, а действительно подумать и поразмыслить, что я делал. Возможно, не так, да? Что я делаю не так? Почему эта ситуация сложилась? И, конечно же, я думаю, каждый человек найдет понимание того, что вот эта ситуация, в которой мы сейчас все находимся, она, безусловно, для нас будет иметь положительное значение. Как бы сейчас, возможно, меня не осуждали за эти слова, но, тем не менее, я верю, что из этой ситуации, в которой мы находимся сейчас все, мы выйдем победителями, и мы выйдем действительно людьми более крепким духом. Потому что мы знаем, что русский народ много претерпел, и Россия много претерпела за свою историю, но, тем не менее, дух России никогда не был сломлен. И поэтому здесь, я думаю, у нас нет варианта, мы должны держаться и идти дальше, и вперед. Сегодня очень много можно слышать именно от семьи о том, что они говорят, что с одной стороны самоизоляция, безусловно, это отрицательный момент, да, но с другой стороны, это возможность провести больше времени со своими детьми. Это возможность провести больше времени со своей семьей, узнать лучше, как это бы ни звучало, друг друга, понять лучше друг друга, и действительно остановиться, посмотреть и задать вопрос, а кто я и что я значу в этом мире, и куда я иду. Ну, давайте, да, вспомним, как, скажем так, жила среднеэстетическая семья месяц назад, да, папа уходил рано на работу, приходил поздно с работы, да, мама занималась хозяйством, дети учились в школе. И даже живя, возможно, там, не на такой большой жилплощадь, да, иногда семья даже не пересекалась, если она не пересекалась, то только за ужином. Сейчас возможность есть о чем-то поговорить, да, о чем-то спросить, возможно, чему-то научиться, да. Сейчас действительно есть возможность для любого человека для того, чтобы самосовершенствоваться, да. Мы все это время куда-то бежали, мы все это время куда-то спешили, жизнь проносилась мимо нас с огромной скоростью. Нам сейчас Господь дал возможность вот этой остановки для понимания того, в ту лему сторону спешим, в ту лему сторону торопимся, да, и вообще надо ли нам торопиться. Поэтому вот повторюсь, что это очень важный период жизни каждого человека. И если этот период выпал именно на нашу долю, да, значит, у нас есть силы на то, чтобы вот эти сложности все преодолеть. Потому что Господь никому не дает испытания не по силам. Если Господь дает испытания, то Он дает и силы на то, чтобы эти испытания преодолеть. Главное увидеть в себе эти силы, да, и использовать их по назначению. Пасхальное богослужение во всех храмах Одинцовского благочиния, безусловно, будет проходить в закрытом режиме. Но, тем не менее, у всех прихожан Одинцовского церковного округа есть возможность смотреть онлайн-трансляцию из главного храма нашей территории. Да, и спасибо Вам за то, что Вы так оперативно подключились к этому вопросу. Да, и вот люди, которые видели трансляцию «Верное воскресенье», благодарили очень именно за то, что с разных камер было видно, как проходят богослужения. Впервые так хорошо был виден алтарь. Отец Игорь, какое мы получили удовольствие, Вы себе не представляете. Это действительно, да, в этом была некая уникальность, потому что, как правило, мало богослужений. Люди видят, что же происходит за той, по ту сторону алтарной преграды, да, и здесь мы такую возможность людям дали. Поэтому вот они были особенно благодарны за то, что смогли увидеть, потому что, конечно же, хоть царские врата и открыты в день Святой Пасхи, но тем не менее люди не все могут увидеть, что же происходит во время литургии там, в алтаре, да. Поэтому люди действительно были очень благодарны. Вот, и знаю, что Вы нам согласились помочь в день Святой Пасхи и ночную трансляцию также. Ваш канал будет вести, за что Вам большое спасибо и благодарность от многих и многих жителей Одинцовского округа. Ну, в том числе есть возможность и через соцсети Одинцовского богачения, безусловно, присоединиться. Ну, мы постарались, да, максимально... Не быть в отрыве от этого события. Вот нам действительно, да, это очень важно, чтобы вот сейчас, пока у нас нет возможности живого общения, чтобы люди все-таки чувствовали, чувствовали, что мы действительно находимся все вместе, да, что с ними находятся еще на 100 жителей, которые уже в ежедневном режиме возносят свои молитвы к Богу о здравии каждого человека, да, о том, чтобы вот это поветрие, оно прошло как можно быстрее, чтобы люди имели силу на то, чтобы перенести достойно все вот эти испытания. Это происходит действительно каждый день и утром, и вечером. Ну, и, конечно же, мы бы просили, чтобы люди не оставляли свою домашнюю молитву. Возможно, кто-то это делает, и это очень хорошо. Возможно, кто-то это никогда не делал. Мой призыв попробовать это сделать, просто встать всем вечером или утром все вместе и прочитать хотя бы одну молитву «Отче наш» или ту молитву, которую люди знают. И вот это вот воздыхание молитвенное, оно намного больше значит, чем, возможно, отстоять в часовой очереди за освящением куличей или других пасхальных снегий. Вот эта чистота сердца, его открытость сейчас значит намного больше для любого человека, нежели чем, скажем так, обрядовая сторона богослужения. Вот это тоже необходимо понимать и осознавать. Отец Игорь, спасибо, что были с нами. Я еще раз напоминаю, что пасхальное богослужение вы можете посмотреть в ночь субботы на воскресенье на телеканале Одинцова и в соцсетях Одинцовского благочиния. Всего доброго. Присоединяйтесь к празднику Пасхи. Да. Спасибо, что были с нами. До свидания. Продолжение следует...